Всем привет! Меня зовут Лиса и сегодня я хочу сделать вместе с вами небольшой обзор на косметику от H&M. Я недавно была в магазине H&M и купила себе там косметику для обзора. Я знаю, что очень многие блогеры делали обзоры год назад, два года назад, три года назад, десять лет назад, но я докатилась до этого только сейчас. На самом деле, самое первое, что я хотела бы вам рассказать, покупка этой косметики непроста. Не просто она в том плане, что в магазине по какой-то мне непонятной причине все находится в состоянии полнейшего бардака и полнейшего хаоса именно в косметическом отделе. Возможно, мне не повезло, но то, что я видела, я реально не видела больше нигде, потому что вся косметика заляпанная, все тестеры не то чтобы стертые, они как будто, знаете, по ним как будто машина проехала. Но да ладно, обещаю вам, что я обязательно зайду как-нибудь в тот же магазин H&M, где я покупала всю эту вот себе косметику и подсниму в инстаграм был уже. Поэтому не навязчиво как бы намекаю, подписывайтесь на мой инстаграм. Я предлагаю начать это видео с обзора на тональный крем. Этот тональный крем обошелся мне в 600 рублей. Это не супер большие деньги для тонального крема, учитывая, что он достаточно массивный и объемный. Мне нравится такой дозатор, но что хочу сразу отметить по поводу этого крема, он супер жидкий. Ну, типа вот, вы видите, да, как он стекает, он какой-то прям как водичка больше по консистенции, запах не имеет вообще, ничем не пахнет. Так что давайте попробуем. Я выбрала цвет Ivory и пока ничего не могу о нем сказать, потому что мне кажется, что потом мне подошло, если не идеально, то очень хорошо. Кстати говоря, у меня появился некоторый вопрос. Вы видели, сколько я нанесла тонального крема? Вы видели, какую маленькую зону я этим тональным кремом покрыла? И он закончился. Его просто нет. Это что за расход такой, слушай. Окей, давайте попробуем навести его непосредственно on my face. Пока я наношу этот тон, я хочу отметить, что моя кожа выглядит максимально естественно. То есть я вообще не вижу каких-либо следов. Вы должны видеть, что произошло. Короче, короткая история о том, как я только что все обосрала. То есть эта штука очень оказалась ненадежной. Мой тональный крем упал, и все тут нам, ну, как вы сами видите, ну, ну, вот как вы видите. Мне очень интересно, а вы вообще видите разницу до и после нанесения этого крема? Он какой-то суперлегкий. Вообще, что-то я не пойму, такое ощущение, как будто он совсем не носит. Короче говоря, у меня есть некоторые вопросы к этому тональному крему, потому что он как бы есть, но его как бы нет. Где результат? Объясните, не вижу. К слову говоря, я хочу отметить тот факт, то, что мне нравится упаковка, но тональным кремом я не вижу. Может быть, конечно, мне так не повезло, и он какой-то оказался супер неконцентрированный, но если у вас есть такой тональный крем, напишите об этом в комментариях, как вам вообще он. У меня он выглядит вот еще раз вот так вот, и что-то как-то, как-то не очень. Так, пока какие-то влажные текстуры сохнут на моем лице, я хочу рассказать вам про одну очень важную для всех шопоголиков, таких как я, вещь. Существует такой сервис, как Пикоди, и теперь это реально наш самый лучший друг для всех нас, кто вообще когда-либо делает покупки в интернет-магазинах. В чем прикол? Дело в том, что Пикоди собирает все скидки и все акции всевозможных магазинов, ресторанов и т.п. и т.д. в одном месте. Просто заходите на сайт, вбиваете в поиск название интересующего вас бренда или смотрите на главной странице, и получаете промокод на скидку. Все очень просто. Скидка появляется после того, как активируете промокод в корзине. Также там есть эксклюзивные промокоды, которые вы можете найти только на Пикоди. Сервис работает в 41 стране, поэтому если вы не из России, это вообще не проблема. Обязательно заходите на сайт, обязательно пользуйтесь им, проверьте все лично. Я ссылочку вам оставлю в описании. Что ж, тональному крему по шкале от 1 до 10 я бы поставила оценку 5. Причиной тому, что он быстро кончается, он слишком жидкий, его не особо удобно растушевывать, но даже хрен с этим он просто ничего не покрывает. Пытаюсь пудру открыть. О, открыла. Next step будет у нас пудра. Я наношу пудру на кисть. Пудра не пылит. Ну, самую малость, но это, как бы, сами понимаете, совершенно не проблема. Да, с пудрой у меня отношения выстроились гораздо лучше. Она явно имеет какой-то смысл, потому что я прям вижу, как мое лицо становится матовым, но при этом оно не, знаете, не получает эффекта, что ли, вот этой вот маски какой-то странной. В принципе, пудра очень неплохая, по крайней мере, на сей момент. Пудре прям безумно не хватает спонжика, потому что, ну, как-то без спонжика вообще неблагородно, неклассно. Его здесь очень сильно не хватает, а так в целом это единственное, к чему я могу прикопаться. Ну, как-то так. Знаете, я хочу немножечко извиниться перед тональным кремом и перед вами, потому что, если честно, этот тон работает очень странно. В самом начале, когда я его нанесла, мне показалось, что он максимально никакой. Ну, вы все это слышали. А вот сейчас я прям смотрю на себя в зеркало, и я понимаю, что именно глядя в зеркало, все реально выглядит супер натурально, супер естественно. И реально с таким макияжем, мне кажется, можно и в школу пойти, и в универы, на работу, куда угодно. Но если у вас есть какие-то ограничения, да, по вашему внешнему виду, вам там, например, нельзя краситься. Вот это реально никто не заметит. Без понятия, когда будет выглядеть на проблемной коже, потому что, сами понимаете, у меня кожа беспроблемная. Короче говоря, извините, пожалуйста, то, что я изначально критически к этому отнеслась. Я беру свои слова назад, мне нравится, как это выглядит. Так, ладно, настроение моё повысилось, погнали дальше. Брови! Вот эта палетка для бровей. Она включает в себя три позиции. Позиция номер один – это воздух для бровей, чтобы ваши брови укладывать. Её обычно используют до нанесения, именно вот такого вот формата теней. Поэтому я её тоже и нанесу. Правда, единственный момент, который вот просто меня немножечко... ...извините за мой перфект английский. Здесь нету ничего, что можно было бы использовать в качестве, ну... ...баленкисти, потому что её здесь нет. Мне, получается, сейчас придётся использовать мои кисти. Ну, это окей, конечно, но я думаю, что люди, которые покупают палетку, хотя бы рассчитывают на то, чтобы там была какая-то изначальная мини-кисть. Вкрываю немножко брови этим воском. На воск тени ложатся лучше. То есть цвет держится лучше, и гораздо проще всё это добро наносить, растушевывать. Так, ну окей, начнём с более тёмного цвета. Я буду выделять им уголок моих бровей. Эти тени оказались для меня светловатые. Это я прямо сейчас уже вижу, это достаточно очевидно. Но это как бы исключительно проблема моего выбора, а ни в коем случае не бренда. Хотя, если так посмотреть, в принципе, наверное, и не так уж и плохо. Вот здесь вот эту надо дырку закрасить, потому что кто-то зачем-то себе дыр сделал в бровях. Это если что я была, спойлер. И теперь я возьму более светлый, и начало брови выделю светлыми тенями. Кстати говоря, в последнее время мне нравится удлинять брови в начало, потому что мне почему-то показалось, что если ты делаешь такую маленькую фигню, то у тебя как будто кажется, что глаза сами по себе больше. Не знаю, я, конечно, скорее всего обсуждаюсь. Я, скорее всего, ошибаюсь, но вот у меня такое ощущение появилось, поэтому я прям стараюсь немножко себе брови удлинять. Накрасились мои брови совершенно замечательно, но мне прям очень не хватает кисти, потому что, честно скажу, если бы это была моя первая палетка для бровей, я все-таки склоняюсь к тому, что чисто теоретически это может быть, чья-то первая палетка для бровей. Уж я бы хотела хотя бы какую-то, знаете, хотя бы вот самую маленькую, самую всратую кисть, чтобы я могла хоть что-нибудь с этим совсем сделать. О, к слову говоря, я хочу использовать также эту палетку как палетку для контурирования внезапно, потому что я для себя недавно открыла такой лайфхак, с другой, правда, конечно, палеткой, что если ты используешь тени для бровей как палетку для контуринга, то есть делаешь ей контуринг, то у тебя нереально крутой тон получается. То есть вот этот вот цвет, который вырабатывается благодаря этому всему, он какой-то неземной, поэтому обязательно попробуйте, если у вас есть палетка для бровей, ну, если она у вас не черная или не какая-нибудь желтая, я уверена, что вы реально просто так же сильно удивитесь, как я. Я возьму и смешаю сейчас вот эти вот два цвета, и прямо при их помощи сделаю себе легкий контуринг. Ну, нифига себе легкий контуринг! Конита, блин, пигментированный шоп и сетс. Растушевать как-нибудь это все лютое добро, если что, придется стирать. Еще в последнее время мне очень сильно нравится занижать линию роста волос. Хоть я говорю, что, типа, ля, высокий лоб красивый, чем выше лоб, тем лучше, но фиг знает. Мне нравится, когда лоб прям маленький, низкий, и это прям просто очаровательно. Хорошо растушевалась, хорошо лежит. Вы знаете, пока мне все нравится, и я этим не довольна, потому что то, в каком состоянии косметика продавалась, она как бы не внушала доверия просто никакого. Она сейчас окрашиваю, мне нравится, и мне внезапно зашло то, что палетка для бровей очень хорошо зашла как контуринг. Проблемы с тушью? Тушью я не нашла. Возможно, мне не повезло, но ее не было, поэтому туши там нет, это отстоянно, отвратительно и ужасно. Все. Тени для век. У меня два цвета теней и для век. Один совершенно базовый, нейтральный, и второй базовый тоже, но не совсем нейтральный. Вот мои тени. Выбрала себе два оттенка. Тени, кстати, были не самые дешевые. 420 рублей за вот такой вот рефил. Но мне кажется, это достаточно дорого. На фоне тонального крема, который стоит 600, тень одна вот такая вот за 400, простите, за 450 даже. Это как-то, ну, такое. Начну с темной вот этой вот тени. Да, опять мне сначала показалось, что это отстой какой-то, а потом я вижу, что все-таки цвет есть. Просто, видимо, сегодня очень сильно лупит солнце, поэтому мне отсвечивает, и я не сразу понимаю, что все хорошо. Ну уж извините, проблема съемки в весеннее-летнее время года. О, кстати говоря, напишите, из какого города вы меня смотрите, и с какой страны мне прямо-то пипец как интересно, потому что какая-то весна очень странная. Так, ладно, верхнее веко я вроде как нормально-таки скульптурнула чутка, и выглядит это неплохо. Сюда нанесу. Такой прям максимально легкий макияж. Короче, я поняла, для кого эта косметика создана. Она создана, правда, для тех, кто хочет делать прям супер-нейчурал макияж. Так что вот так вот. Боже, пожалуйста, напишите мне обзор, на какую косметику мне еще сделать. Только желательно напишите мне, пожалуйста, фирму той косметики, которая вам прямо не нравится. Я хочу сделать гневный, блин, обзор. Был какой-то очень подозрительный хруст. Кажется, я сломала тени. Ну ладно. Хочу сделать какой-нибудь гневный обзор прям максимально. Уничтожить эту косметику, которую буду обозревать. Это мне пока все, понимаете ли, нравится. Что не куплю, мне все нравится. Туши мне хватает свою на крашу. Быстренько. Так, осталось две позиции. Румяшечки и помада. Ладно, давайте начнем с помады. Упаковка мне пока что не нравится только потому, что она грязная. Была бы она чистая, у меня к ней претензий не было. Ладно, давайте помаду достанем. Ага, вот и сама помада. Она тоже по какой-то причине грязная. Господи, я надеюсь, она будет нормально внутри, а не какая-нибудь поюзная. Нет, это серьезно, да? Это серьезно? Вы прикалываетесь? Какого хера у меня помада использованная? H&M это что такое вообще? Нет, серьезно, она использована. Ребята, я первый раз сейчас доставила эту помаду, она использована. Серьезно? Да, вот это вот я купила. Правда, я на это потратила свои деньги? Молодец, что сказать. Эта помада стоила мне 600 рублей. 600 рублей. За 600 рублей я купила использованную нахрен помаду. Меня бомбит. Меня просто бесец как бомбит. Я бы выражалась куда-то менее элегантнее, но я не могу. Что это за хрень такая? Какого черта вообще происходит с этой помадой? Я понимаю. Сама купила, сама не проверила. Но знаете ли вы, вообще в H&M были? Я была. И там всегда очередь. В любое время дня, года, суток, по крайней мере в Москве, в любом H&M очереди. И как вот в условиях этих диких очередей стоять и открывать каждую коробочку, проверять. А вдруг помада использованная? Помада, которую я достала из какой-то задницы. Ну, не в прямом смысле слова, конечно. Хотя, наверное, это было бы прямым. А использованная помада или нет? Короче говоря, люди, которые так делают, которые вытаскивают помады с задних вообще вот этих отверстий. Смешно. Нет. Я не знаю, что с вами не так, зачем вы это делаете. Я не знаю, что мне теперь делать с этой помадой. Это просто катастрофа. Поэтому я спросила в инстаграме, что мне делать с ней. И вот, что мне ответила подруга на мое бомбление. Может, ты тоже передавишь ее машиной? У тебя будет фишка канала, что косметика, которая тебе не нравится, передавить машиной. Извини, помада, но ты будешь перееханной машиной. Если эта помада еще и машина моя не переедет, а как вы знаете, мне с этим не везет. Привет, сильняшка. Пользуйся случаем, передаю тебе привет твоему крему, который два раза машина переезжала, и он выдержал. Я в таком бешенстве. Я просто в бешенстве. Я потратила деньги на использовую помаду. Да ведь, теперь я буду переезжать все, что мне не нравится на машине. Мне бы лучше тебе нравиться. Чего не давится, по-моему, это уже вторая машина, которую мы пробуем давить, какую-то херню, и она не давится. Какого черта здесь происходит? Для чего вы делаете, как нет? Касс! Касс, рань на тебе. Самый, наверное, дебильный бьюти-контент на всем ютубе. Ну все, я пришла с улицы. Я пришла с улицы. И теперь-то, дорогие мои друзья, я уж не знаю, что случилось с этим тоном и с этой пудрой, которая была ранее, но теперь-то все проблемы, так сказать, налицо. Так что я еще раз извиняюсь за то, что сначала мне это не понравилось, потом я извинилась за то, что мне это не понравилось, потому что на самом деле мне это понравилось. А теперь я хочу вам сказать, что это просто лютый отстой, потому что... Потому что просто смотрите сами. Видите ли вы? Вот это вот все. На подбородке, на носу, и вот здесь вот на лбу, вот посмотрите тоже поближе, вот здесь вот легла каким-то... Я даже не знаю, это не комки. Я, блин, не знаю, что это такое, но легла как-то вот так вот странно. Если у вас такие штуки вообще выскакивали, если вы знаете, что это такое, потому что это даже не шелушение, ну, в смысле самого косметического средства, напишите, потому что это лютая хренька, поэтому мне это не нравится. Румяшечки. Надеюсь, они сейчас будут не сильно пятнить, хотя, судя по моей кисточке, пятнить не будут сильно. Да, хорошо, что я решила сначала встряхнуть это на руку. Помните, что кто трясет, тот сосет, поэтому будьте осторожны с этими действиями. Мне кажется, что пахнет какой-то клубникой. Возможно, у меня просто глючит, и я хочу клубнику. Ну, цвет норм, румяна норм, но растушевать их не норм от слова вообще. Хотя в целом, как бы, мне прям зашел этот цвет, он такой... Как будто ты сгорела на солнце, и тебя хорошо так еще покусала аллергия. Я люблю такие цвета, претензий нет, но это на любителя. Обидно, что не смогла протестировать помаду. У меня были на нее, в общем, достаточно большие ждания. Что касается теней, мне тени понравились. Что касается пудры, наверное, пудра мне понравилась, и проблема все-таки здесь в тональнике, потому что пудра совершенно норм. Тени для бровей, которые я использовала как контуринг, они просто шедевр вообще идеальные, восхитительные. В общем, да, тени приспособлены просто для всего, чего хочешь эти. Они совершенно идеальные. Вот это прям можно покупать, ходить, и не париться то, что вам это не зайдет, потому что, скорее всего, вам это зайдет. У меня цвет в оттенке «Щоколады» называется. Обязательно напишите бренд, на который вы бы хотели видеть обзоры еще на моем канале. Желательно, чтобы этот бренд был какой-то тупой, потому что я хочу бомбить и негодовать, за что я трачу свои деньги. Ну, а вы, соответственно, должны знать, какую дрянь покупать не надо. И на этом, пожалуй, стоит подвести итоги. Всем спасибо за просмотр. Я вас всех очень сильно люблю и всех очень сильно нацелую. И всем пока. Пусть у вас будет хорошее настроение, хорошая погода. Смотрите другие мои обзоры. Смотрите другие мои обзоры.